всем привет меня зовут кристина и добро пожаловать на мой канал в этом видео у меня коррекция моей работы недавно я вам показывала матовый топ от леонейл в течение месяца он относился довольно хорошо остался матовым перед приходом ко мне клиентка очень много готовила поэтому кое-где матовый топ у нас открасился но не вижу в этом ничего страшного раз это произошло у нас за сутки до покрытия в общем то как всегда все проблемы всегда возникают за несколько часов или дней до похода к мастеру на коррекцию начинаю я дезинфекцию ручьи клиенты после этого сразу снимаю старое покрытие керамической фрезой кукуруза с синей насечкой также убираю длину видео с этой работы есть на моем канале оставлю для вас ссылочку в описании под видео здесь единственные были отслойки один ноготок у нас полностью отлетел не могу сказать что меня это порадовало потому что раньше от таких от слоек не было но в этом месяце клиентка очень активно работала руками и много было в каких-то жидкостях и даже что-то мыло поэтому я думаю что это повлекло отслойки которые мы сейчас видим на видео но думаю что в этом нет ничего страшного сейчас мы все это обязательно уберем все это дело зачистим вот в данный момент у нас большая достаточно отслойка отлетела но главная работа здесь в защитном экране в очках с включенным пылесосом чтобы у нас ничего никуда не попало нам в лицо и конечно же нашему клиенту далее я обязательно убираю длину фрезой мне так гораздо удобнее и для того чтобы опилить ровно наши ногти я решила приподнять кутикула она у нас немного налипла обязательно нашу детскую присыпку очень удобно кстати ей работать недавно вы меня спрашивали зачем она нужна детская присыпка нужно чтобы убрать всю влагу в подкутикульном пространстве в принципе на ногти и тогда фреза перестает забиваться ей гораздо удобнее и быстрее работать работаю я здесь довольно своей любимой фрезой это фреза очень похожая на фрезу пламя с красной насечкой но она имеет безопасный кончик и практически не имеет пузика очень удобно ей работать с обширными боковыми валиками и когда вы боитесь поранить клиента например когда работает начинающий мастер я работаю этой фрезой когда у меня она просто попадается в крафт пакете мне в принципе сейчас уже не важно какой фрезой я буду работать главное хорошо зачистить подкутикульное пространство боковые пазухи убрать весь птилиги и конечно же зачистить боковые валики обязательным этапом моей работы является подпил формы здесь я его уже делаю после маникюра потому что в прошлый раз мне показалось что некоторые ногти получились по длине немного не такие которые я хотела бы видеть в итоге поэтому сейчас я приподняла кутикулу когда выполнила маникюр то я увидела полностью длину нашей ногтевой пластины и могу уже сделать конкретную четкую форму овал убрала как я вам уже говорила длину сначала фрезой таким образом я просто ускорила свою работу если я бы просто подпиливала пилочкой то во первых это было бы не совсем комфортно потому что овал удобнее пилить из квадрата которого я кстати добилась фрезой и теперь я уже когда все опилила далее прошлась по поверхности ногтей я срезаю кутикулу с помощью кусачек они у меня от фирмы silver star скоро я понесу их на заточку и буду все вам показывать stories своего инстаграма так что кому интересно обязательно присоединяйтесь обязательно выполняю шлифовку и полировку таким образом я добиваюсь идеального маникюра скажем так убираю все шурушки которые остаются у нас после работы кусачками после работы фрезой и таким образом ручки уже смотрятся мне кажется даже не такими сухими обязательно прохожусь водичкой убираю всю пыль и буду приступать к покрытию сначала я буду наносить бескислотный праймер от just nail далее rubber базу от nail тонким втирающим слоем и затем в два слоя сначала тонкий слой после просушки я уже буду делать выравнивание цветной базой от wall nail уже показывала вам эти базы в прошлых видео также у меня есть на канале вы краска вы можете посмотреть ее плейлисте распаковки и тестирования и в конце у меня будет супер интересный дизайн я думаю что комментировать здесь нечего поэтому оставлю вас а если возникают вопросы то обязательно пишите в комментариях а а и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Надеюсь, что это видео было вам полезно и интересно. Если это так, то обязательно поддержите меня лайком. Я очень стараюсь выпускать видео по графику, чтобы вам не давать скучать. До новых видео! Пока-пока!